осень чем она знаменуется для каждого человека 1 сентября день знаний все ученики и родители идут в школу а те кто давно отучился с легкой грустью смотрит на первоклашек вспоминая свое школьное время я был таким же но теперь 1 сентября для меня не только день знаний но и день траура я тогда был уже не учеником и даже не студентом я устроился на работу навсегда 1 сентября ходил навещать свою первую учительницу людмилу ивановну она была уже давно на пенсии последние два года таки вовсе тяжелая болезнь приковала ее кровати зубы осыпались ноги отказали ей требовалась сиделка но стоило найти новую как они тут же сбегали или просто пропадали бросая бедную и одинокую учительницу людмила ивановна почти даже не разговаривала ее нужно было кормить кашками и с ложечкой конечно это был тяжкий труд но и наша деревня не оставила ее сиделкам платили хорошо все же она была заслуженным педагогом никто не понимал как она так воздействовала на детей кто-то ее понимал сразу а кто-то боялся и поэтому зубрил хотя она никогда не кричала больше всего я запомнил этот запах он всегда мне казался каким-то странным и чем старше я становился этим сильнее его ощущал словно пахнет чем-то сырым затхлостью какой-то но потом не стал заморачиваться мало ли какие были проблемы со здоровьем у человека да и кроме меня никто не чувствовал этого запаха если бы я мог предположить или подумать раньше но я не мог для того что такое предположить нужно в это поверить или же увидеть и я увидел в тот день я был в отличном настроении у меня был отпуск мой первый отпуск купил цветы сок различные детские пюре мягкого свежего батона кефиру ну и много всего еще чтобы порадовать людмилу ивановну я был не один такой благодарный ее навещали только шестеро из учеников но мы этим не кищились просто для нас так было правильно за все ее заслуги и труды перед школой по пути к ее дому встретил своего одноклассника женьку он как оказалось тоже направился к нашей учительницы чтобы навестить ее женька как хорошо что я тебя встретил я похлопал одноклассника по плечу это да ярик я вот тоже решил навестить людмилу ивановну он тоже нес увесистый пакет я был давно но от нее снова сбежала сиделка просто пропала и все не представляю как она еще выжила за все это время он шел и возмущался да странные люди приходят получают авансы деньги на продукты а потом сбегают нагло через неделю или две а кто-то и вообще сразу совести у людей нет меня это тоже раздражало и ведь найти то не могут по пути мы встретили олега егоровича он был как раз сотрудником социальной службы что постоянно пытался контролировать состояние людмилы ивановны и проверял чтобы никто не навредил беспомощной старушке он не скрывал своей радости что мы не забываем нашу учительницу и жаловался на то что даже хорошие работники кто был проверен годами те уходили то сбегали мы тоже не понимали женькой почему так происходит до людмилы ивановны дошли втроем олег егорович проведал старушку осмотрел условия проживания проверил все и пообещал прислать ближайшее время сиделку а потом посмотрел на нас парни а я как понял вы вот оба на недельку свободны да он хитренько улыбнулся ну да женька убирал со стола а может вы не оставите свою учительницу и недельку сами за ней присмотрите а такое предложение было конечно неожиданным и мы переглянулись можно почему бы и нет я согласился было жаль старую и одинокую бабушку я тоже останусь вдвоем веселее главное чтобы сама людмила ивановна была не против мы все же не женщины женька уселся около ее кровати людмила ивановна вы не против олег егорович посмотрел на нее бабушка моргнула один раз это означало что она не против на том и порешали что мы останемся на недельку она могла говорить конечно но очень плохо поэтому мы уже давно научились понимать язык жестов ей так было легче начальник соцслужбы выдал нам все рекомендации сказал что завтра приедет врач и осмотрит ее мы проводили его прибрались растопили баньку потом принесли огромный таз с водой чтобы ее помыть да убрать за ней женька был рад что не просто так прихватил для нее вспомогательные средства для нужных только взрослых все же страшно когда ты вот так остаешься один воспитываешь чужих детей учишь их чему-то новому а своих собственных нету у нее и не было из приюта взять не смогла причин мы не знаем и никогда не лезли да и кто мы такие чтобы лезть не в свое дело проверив все ли хорошо удобно ли людмиле ивановне закрыли ли мы двери мы оставили бабушку отдыхать а сами прошли на кухню выпить кофейку и так пообщаться много уже воды утекло со школы но мы очень хорошо общались а потом началась другая учеба и как-то разошлись в отличие от многих правда мы каждый раз как могли встретиться то обязательно виделись да и понимали что у каждого из нас своя жизнь почти до часу ночи мы проболтали а потом отправились спать день выдался тяжелым и насыщенным поэтому я очень быстро уснул сон был тяжелым мне казалось что трудно дышать непонятно откуда был скрип и почему все внутри меня так сильно сжималось от боли я хотел проснуться я пытался проснуться но ничего не выходило голову пронзила резкая боль я почувствовал на себе противные ощущения вокруг была лишь темнота или это пустота я все чувствовал но ничего не видел голос застрял в горле лицо немело и я просто мычал чтобы издать хоть какие-то звуки около меня кто-то закричал громко и сильно а потом были страшные голоса казалось что около меня кто-то есть но повторяли они одно и то же противные детишки шоркающие звуки словно кто-то слишком тяжело ползет или же перекатывается вы не сделали уроки ехидный смех и звон окон тогда я буду вас наказывать я заберу все все что у вас есть скрип чего-то слишком противного как мокрый мил по доске вкусные детишки мертвые детишки все стихало и резкий хлопок а затем и звон разбитого стекла я подскочил дышать было невыносимо внутри меня было чувство паники я стал оглядываться по сторонам в голову лезли странные мысли но самым хреновым было то что все тело болело словно меня не раз засунули под пресс жень женька я позвал друга но ответом не было только тишина жентос паника с новой волной подскочила во мне одноклассник мне так и не ответил я соскочил с постели и зажег свет его постель была пустой но было такое ощущение что он боролся или сильно крутился одеяло было скомкано и на нем были странные пятна я подошел поближе половицы противно скрипнули а я замер ведь именно такой скрип был в моем сне по спине пробежал противный холодок мелкие иголочки закололи пальцы я тяжело выдохнул но все же решил сделать еще один шаг нога наступила на что-то склизкое напоминающее противное желе и я снова встал как вкопанный глаза словно не хотели смотреть но я все же посмотрел туда куда наступил под моими ногами была какая-то странная слизнь ничего похожего из продуктов точно не было и запах такой знакомый запах сырости и затклости а затем огромная капля точно такой же слизи упала мне на плечо вздрогнул ставни заскрипели хоть и были закрыты под ногами мелькнула какая-то тень она была такая большая и быстрая но я не решаясь поднять глаза пока я не вижу то я хоть немного чувствовал себя в безопасности я подумал о людмиле ивановне одноклассника нет и я не знаю что именно произошло в самом доме происходит какая-то херня нужно было проверить больную бабушку учительницу ведь она совсем беспомощная очередной скрип половиц повторился но я не сделал при этом у ни шага противный скрип прошелся по стенам а потом повторился вновь на ставнях мелкий топот прошелся по потолку по стенам потекла вода а я не мог сдвинуться с места людмила ивановна женька что же с ними не знаю как я набрался смелости но я все же заставил себя поднять голову и посмотреть на потолок странные нити похожие на паутину но больше напоминающие плетение гусеницы поверх этого кошмара была та самая слизь а внутри этого кокона был мой одноклассник женька был полностью окутан во всю эту гадость а вот его ноги жевала своими беззубым ртом людмила ивановна точнее внешне она была похожа на неё но лицо стало уродливым язык был как у змеи и он обвивал ногу одноклассника кто не любит делать домашние задания она посмотрела на меня в упор людмила ивановна я еле выдавил эти слова из себя все это не укладывалось моей голове она словно огромная гусеница ползла по потолку и ее позвоночник торчал из спины а ребра напоминали какие-то костные крылья неужели я все еще сплю и весь этот ужас мне снится она посмотрела прямо на меня не переставая жевать свои слюнявы челюстью ноги одноклассника я сделал шаг назад пол противно заскрипел а старушка зашипела это было слишком страшно я не понимал того что происходит и все ли это лишь мой сон стал щипать себя как сумасшедший психовать все это еще и злило но когда из психа укусил кожу между большим и указательным пальцем то от нервов прокусил себе ее до крови старушка словно только и ждала этого как только из ранки появилась кровь она шумно вздохнула воздух и стала принюхиваться ее ноздри были похожи на капюшон кобры она так сильно их раздувала тонкая струйка крови упала на пол мелкой капелькой и слишком громко ударилась о поверхность какой вкусный запах ты хорошо учился в школе она все сильнее пыталась разжевать своим ртом ноги женьки но при этом как-то говорила что делать сон это ли нет я не мог разобрать ничего я понимал только две вещи мне было страшно и женька я сейчас может стать обедом старухи которая явно не человек люди так не могут я стала глядываться по сторонам но ничего подходящего не было а на каждый мой шорох или движение она резко реагировала и шипела женька я крикнул в надежде что он меня слышит но он даже не шевельнулся она противно стала смеяться что ты такое все это пришлось осознавать хотя в душе я надеялся что это лишь жуткий кошмар и я просто не могу проснуться и и что сейчас я закричу а меня разбудит женька я твоя учительница а ты плохо плохо учился но вы такие вкусные она отпустила женьку и он просто посинел я видел как он открыл глаза и пытался дышать его губы были черными он пытался пошевелиться в его глазах было много страха она стала медленно ползти по потолку ее противная слизь оставляла следы и этого тухлого запаха было все больше и больше я не придумал ничего лучше как схватить табуретку чтобы можно было хоть чем-то защититься но в голове бегали мысли о том что нужно выбежать на кухню только там есть хотя бы нож пусть и кухонный на мои резкие движения на зашипела ее глаза стали белеть полностью поглощая зрачок который уже не был похож на человеческий ставни снова противно заскрипели стало казаться что это уже не скрип а какой-то противный стон и левой пол под ногами стал шататься стены вновь дрожали и вода что просто бежала по ним уходила куда-то вниз сквозь плентуса стала заполнять комнату она поднималась из-под пола и была какой-то грязной сырость затклась черная грязь все словно стало вставать на свои места этот вечный запах что я чувствовал но сейчас я был не рад своей разгадке дверьки шкафов стали хлопать и я увидел множество скелетов которые были лишь на половину скелеты казались что их не обглодали до конца вонь стала заполнять воздух дышать было очень трудно меня всего выворачивала от омерзения она так сильно разинула свою беззубую пасть и ее длинный и змеиный язык высовывался так быстро что за ним было невозможно уследить я побежал единственное верное решение на той момент как мне казалось я почти выскочил из этой комнаты как двери стали сильно хлопать и проскочить было невозможно я резко обернулся а она уже ползла за мной по полу на потолке она казалась медленнее но я ошибся и повернулся к ней спиной теперь же нужно было как-то выбраться выставил табуретку перед собой как только она открыла свою пасть снова ее язык так быстро ударил в табурет что я чуть не отлетел к дверям перекатился по полу но быстро встал на ноги сейчас я хотел только выжить а значит нужно было действовать а как именно я не знал она приближалась медленно но вот ее противный язык раздвоился из под ее немалой туши стали высовываться противные лапки они были покрыты мелкими чешуйками и оставляли на полу засечки а значит были очень острыми и могли порезать даже дерево пусть и не сильно я обедом не буду адреналин от страха бил по нервам и я стал бить табуретом по полу он разломился и я выломал все четыре ножки перескакивая из стороны в сторону от ее языка что бил по разным углам а потом улетел в шкаф скелетом а мерзение тоже било по нервам но загибаться сейчас или пугаться было просто невозможно потеряв две ножки табурета мне пришлось выломать кости у скелетов я выдрал им руки и ноги но про себя подумал что наверное то есть все пропавшие сиделки знаю что в тот момент было не до этого но мозг все равно выдал свое видимо так мне было легче хоть как-то бороться со страхом она стала ползти перетаскивать себя на этих мелких лапках все быстрее не знаю что я решил но резко выпрыгнул из своего укрытия я воткнул в нее одну из выдранных костей она завизжала и стала сворачиваться как огромная гусеница потом все же ухватила меня языком за ногу и стала тащить к своей противной беззубой пасти я видел как открывается и ударяется деснами ее рот как ее слюни текут по противной роже и чем сильнее приближался к ней то она все меньше была похожа на ту кого я считал учителем и приходил навещать ее глаза наливались красным я пытался вырваться но не мог ногу протыкали мелкие иглы что были в ее языке вторая часть языка выпустила их и пыталась схватить меня сильнее мне приходилось изворачиваться и пытаться вырвать свою ногу но ощущение слабости накрывала очень сильно и я терялся в происходящем махал руками чтобы не дать себя схватить еще сильнее все чего я хотел это выжить а потом резкая боль словно тупые тиски стали ломать мои кости она захватила мою ногу в свой противный рот и жевала своими деснами а мерзкий язык впивался все сильнее не дамся я должен не знаю кому но скорее чтобы убедить самого себя я стал сильнее дергать всеми частями тела как только мог а потом вонзил в язык костью и стал прокручивать ее чтобы она выпустила меня вкусный непослушный ребенок и тут я увидел у нее под душами были жабры стоило мне услышать как она говорит то они шевелились до чего же это было мерзко и противно но сейчас мне было не до этого а ну попробуй дерево тварь и я стал бить еще и ножками от табурета не замечая попадаю или нет она все сильнее шипела и потягивала меня к себе но я бил и когда смог то нанес удар в глаз она распахнула свою противную пасть и выпустила мою ногу своим длинным языком пытаясь вытащить дерево из своего глаза а я спотыкаясь и прокатываясь по полу несся на кухню что я могу что нужно не знаю там же еще и женька как спасти его времени совсем не было и как стоит поступить тоже не знаю если я сейчас ничего не сделаю то мы оба тут погибнем а она таки будет жрать все кто останется тут на ночь передо мной стояла плита взрывать газ было слишком опасно даже для тех кто жил рядом но если не будет выбора то я так и поступлю рядом лежали спички и зажигалка для газовых плит точно женька же ее принес чтобы не мучиться со спичками зажигалка не слишком сильная чтобы зажарить такое но вот поджечь вполне возможно времени точно не было на долгие поиски рядом на столе стояла лампа керосинка то что нужно как хорошо что в старых домах и такое чудо имеется она уже выползла из комнаты но я ждал подпуская ближе и когда она вновь стала раскрывать противную пасть то я поджег лампу и кинул в нее нет я не попал прямо в саму цель но лампа разлилась и масло что горело потекло рядом с ее рожей она зашипела стала брыкаться а я лишь подкинул ей масло побольше чтобы прожарилась плотоядная гадина она шкворачала и пахло так противно что мне все же стало дурно из-под пола снова потекла вода это было хреново сил уже не было я посмотрел на саму плиту и баллон газа а значит это единственный выход но она стала брыкаться тем самым обваливая себя в воде что была пропитана маслом и горела я стал ползти на выход я должен позвать на помощь я должен спасти женьку каждый шаг движение все это причиняло мне боль но я не сдавался вода нагревалась и мои ноги немели я лишь один раз посмотрел на ногу что она успела схватить и вздрогнул нога почти почернела а вены были слишком сдувшимися на улицу я все же выбрался и закричал что нам нужна помощь а потом упал на землю послышали шаги и крики кто-то требовал звонить в скорую помощь а кто-то уже звонил в пожарную сирены мигалки так быстро или это я уже просто потерял счет времени а может быть и себя около меня склонился доктор он крикнул кому то что я жив что мне нужно в больницу потом кто-то закричал из дома что там парень на потолке и они не знают как его снимать меня подхватили и понесли звук сирен что-то спрашивают а я не совсем понимал и мягкий свет стал более жестким и он резал глаза а потом я все же провалился в пустоту я видел дорогу длинную яркую там был я и женька а еще какие-то девушки женщины даже бабушки все они прощались со мной и звали друга а он так хотел попрощаться со мной все благодарилась за избавление мне было страшно я не хотела чтобы он уходил с ними но он пожал плечами и все же ушел реальность оказалась намного более жесткой чем мое беспамятство все что я сейчас понимал это то что женьки больше нет да его забрала скорая не знаю поверили мне или нет когда я сказал что в дом кто-то забрался и повсюду была гадкая слизь ну а саму бабку я жёг мой одноклассник был полностью истощен да и врачи понимали что он скорее всего не доедет до больницы олег егорович качал головой и жалел бедную старушку ее объявили в розыск но я понимал что ее не смогут найти решил покопаться в старых архивах через своих знакомых и был сильно удивлен да и в голове всплывали странные воспоминания все те кто учился именно у людмилы ивановны постоянно не хотели идти в школу даже я с трудом заставлял себя туда идти стоило ей прикоснуться как внутри все сжималось от страха но потом забывалось сколько лет она преподавала и всегда выглядела одинаково не старея ни на грамм также стало любопытным что на пенсию и и все же сослали они она сама ушла так как ее возраст был почти 90 но такого просто не может быть я всегда думал что ей хотя бы 60 или в крайнем случае 70 почему-то никто столько времени не поднимал этого вопроса как родители что ни одно поколение учились у нее даже не подумали об этом сколько вопросов и совершенно нет ответов на них но как я и думал за все доброе что ты пытаешься сделать все же что придет беда ведь тело старушки инвалида так и не нашли все больше стали допрашивать меня а что я мог сказать я говорил все то же самое почти каждый день пока сам не стал обвиняемым меня не арестовали на завтра состоится суд а прошел уже год и сегодня вновь первое сентября которое стало не просто ужасным она стала для меня кровавым я медленно подходил к ее дому было все равно что за мной почти пол деревни смотрит они думают что я мог так поступить с ней а потом и женькой они не нашли объяснения его телу на потолке в таком странном положении и состоянии просто стали разбираться да и зачем ведь тогда придется поверить женьку похоронили через неделю он просто умер ему не смогли помочь а когда хоронили то гроб был закрыт а значит там было все слишком плохо чтобы это могли увидеть я принес цветы и угощения понимая что тут был самый страшный и траурный день в моей жизни подходя к дому вновь я почувствовал все тоже приступы страха мне было слишком плохо казалось что я вновь переживаю то ужасное ощущение положил цветы у порога и лишь мельком посмотрел в окно там был странный силуэт он слишком быстро мелькнул и исчез хотелось проверить но я остановил себя мне никто не поверит ну что ж если ты досмотрел этот ролик до конца то он действительно был для тебя интересен прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения кто как не ты поможет мне в этом предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных а я побежал пили для тебя новый рассказ жму руку тебе бро а если ты девочка то крепко обнимаю с уважением твой андрей